здорово это шамшурин и посмотрев это видео ты сможешь подойти и познакомиться с любой девушкой во всяком случае я постараюсь передать тебе своей энергии туда через экран твоего телефона и компьютера сейчас ты услышишь слова которые помогут тебе собраться взять себя в руки и преодолеть в некоторой степени этот страх который сам по себе абсолютно абсурден ты мужчина они женщины у тебя есть естественная потребность общаться с ними сближаться заниматься сексом строить отношения семью у них есть такая же потребность но при этом у тебя есть какие-то в голове вещи которые тебе мешают на самом деле они исключительно иллюзорные и так постараюсь до тебя это донести во-первых вдолби себе в голову что ты реализуешь свои истинные желания слушай внимательно то что я тебе буду говорить это тебе поможет ты мужчина у тебя есть естественное нормальное человеческое желание общаться с женщинами то есть неважно в каком формате в каком контексте и поверь мне что у них желание точно такие же поэтому поговорить с собой это мое желание я этого хочу не важно волнуюсь боюсь что ты еще самое главное что я этого хочу и когда ты не реализуешь свои желания ты себя обманываешь ты совершаешь преступление по отношению к самому себе второе как я уже сказал им это тоже нужно женщины нуждаются в этом намного больше чем мужчина они также хотят секса обнимашек целовашек общение с мужчиной они хотят рядом с собой чувствовать сильного мужика у которого есть яйца есть стержень внутри есть какие-то жизненные принципы целей прочее прочее они хотят построить семью построить отношения они все мечтают об одном единственном самым лучшим мужчине следующее ты должен вдолбить себе в голову что ты не можешь нравиться всем никто и никогда в этом мире не нравился абсолютно всем и каждому то есть всегда будут люди которым что-то не зайдет которым что-то не понравится и когда у тебя есть в голове такой конструкт мышления что типа я могу и не понравится да ты можешь ей не понравится но если ты не попробуешь если ты не подойдешь не сделаешь попытку то ты точно не узнаешь и у тебя точно однозначно сто процентов будет сто процентов негативный отрицательный результат поэтому прими это как данность да ты не будешь нравиться всем но стоит попробовать следующее моя любимая поговорка касающиеся именно этого и многих других вещей в жизни лучше сделать и кается чем не сделать и маяться далее девушки они реально любят смелых парней причем для меня это конечно абсурд а какой смелости говорить есть люди которые там не знаю падают грудью на амбразуру есть люди которые идут в какой-то бой делают какие-то серьезные жизненные поступки заявления что еще что угодно но здесь речь идет о том уровне смелости когда тебе просто нужно подойти девушки и потом она же даже сказать скажет тебе спасибо что круто вы такой уверенный в себе вот такой смелый обычно ко мне не подходит поверь мне когда красивая женщина идет по улице эффектная классная красивая несущая себя с достоинством хотя это еще большой вопрос что если у нее внутри это достоинство и порядочность большинство абсолютное большинство мужчин смотрит на нее и думают то же самое блин кто-то же наверное с ней общается кто-то к ней подходит но никто этого не делает и она замечает эти все взгляды мужчин вожделенные но при этом она не понимает что за херня почему вы не подходите что не так с вами женщины ничего не знают про этот мужской страх это как фильме девятая рота когда солдат полез под танк он обоссался но он сделал и когда другие начали над ним смеяться этот командир сказал что пофиг самое главное что человек сделал обоссысь но сделай тут тоже самое но ты в этом случае не обоссышься тебя никто не раздавит никакие никакой танк никакой крокодил не откусит тебе ногу самое страшное что может случиться ты просто услышишь слово нет и это слово не смертельно поверь мне если девушка как ты думаешь она меня пошлет она меня пошлет очень редко один случай на миллион бывает когда девушка действительно может прям нагрубить тебе в ответ логика где подходит мужчина говорит приятные слова там ты классная ты красивая ты мне понравилось я хочу пообщаться пару минут что-то тебе пожелать то есть ну это нелогично пойми что если даже один случай на миллион случится такое что она тебе нагрубит во первых от этого еще никто не умирал поверь мне я знаю чем говорю во вторых проблема не в тебе то есть первое что автоматически в голове у мужчины рождается в этот момент что блин значит я какой-то не такой значит со мной что-то не так с тобой все в порядке это легко проверить тем что если ты будешь подходить к 10 девушкам не знаю там за 15 минут только одной только другой только третий даже там за пять минут прям если большая проходимость это можно сделать очень быстро ты увидишь что реакция на тебя может быть абсолютно противоположной сейчас ты подойдешь скажешь привет там ты классно тебе скажет вау супер спасибо вы тоже к следующей ты подойдешь она просто брызнет в тебя ядом как змея таким знаешь раздвоенным языком скажет отстаньте от меня там отвалите что вы хотите тут же через минуту ты пойдешь к следующей там опять будет хорошая реакция ты же логически подумай не мог за это время сильно измениться в ту или другую сторону дело не в тебе поэтому если кто-то даже возможно на тебя негативно отреагирует нужно понимать что проблема в этом человеке этот человек несчастлив этот человек не рад своей жизни поэтому он так негативно реагирует на казалось бы позитивные вещи женщины очень хотят найти себе достойного мужчину каждый из них мечтает о любви о себе и так далее но у них выбор на самом деле намного меньше чем ваш потому что у них есть вот этот страх показаться легко доступный из которого они вынуждены вести себя вот так и ни в коем случае практически в 100 процентах не проявлять инициативу но к ним так или иначе кто-то подходит кто-то знакомится тогда но к их сожалению зачастую мужчины которые им действительно нравятся они бездействуют они никак не реагируют они боятся а подходит какие-нибудь просто набравшиеся смелости более наглые чувачки которые возможно совсем не коррелируют с тем идеалом о котором они мечтают поэтому девушкам приходится выбирать из того что есть то есть это похоже на кулечек конфет который тебе подарили в детстве на новый год и там допустим их там 20 видов но ты выбираешь только из этих у тебя нет других вариантов в случае же с тобой ты мужчина ты выходишь на улицу ты видишь огромное количество красивых женщин невероятное количество и невероятно красивых и по сути дела ты можешь подойти к любой из них и начать с ней общаться ты не знаешь какая будет реакция мы сейчас не говорим о реакции она может быть абсолютно разная в том числе и охренеть какая классная хорошая но это говорит только о том что твой выбор не ограничен это как будто ты попал на конфетную фабрику и у тебя просто мешки этих конфет любого вида любого сорта такой вау это все мое ты сам себя ограничиваешь невидимой стеной в своей башке не существует этой стены ее просто нет ты ее придумал далее когда ты видишь очень очень красивую девушку невероятно красивую девушку вау какая она красивая я не могу ничего с этим сделать мне очень страшно чем красивее женщина тем мужчине страшнее сердце начинает колотиться но как ты понял что она вот прям красивая ты чем это измерял красотомометром каким-то или чем каким-то прибором для тебя она может быть красивая для меня или для кого-то еще она может быть обычная среднестатистическая поэтому вот это ощущение какой-то избранности особенности девушки супер красоты супер статусности как вы там говорите она только здесь это только твое внутреннее ощущение как это работает ты в этот момент начинаешь думать что она какая-то особенная у тебя завышается ее значимость и все твое тело все твой разум все твое нутро начинает напрягаться поэтому ты должен понять что какая бы она красивая не было во-первых к внешности ты с какой через какое-то время привыкнешь если у вас будут отношения во вторых ты еще не подошел не пообщался и бывает такое что девушка милая классная красивая но когда она открывает рот ты понимаешь что блин что за дерьмо я вообще такого от нее не ожидал поэтому не торопись делать выводы о ее красоте красота женщины это тоже не только внешность это еще и ее женственность ее внутренние составляющие и много-много чего еще далее ты должен идти и думать не о том что хоть бы мне и понравится а вдруг она меня не оценит вдруг она скажет нет а думать о том я ищу и выбираю себе женщину то есть проблема мужчин в том что этот вектор повернут только в одну сторону как бы мне понравится чтобы мне сказать чтобы мне сделать чтобы она подумала что я классный чтобы она меня оценил чтобы она меня взяла к себе вот прям как же мне этого хочется как мне этого не хватает ты должен внутренне заставить себя поменять этот вектор в своей башке ты должен повернуть его так и когда ты идешь да ты инициируешь общение потому что ты мужчина ты что-то говоришь но в этот момент ты оцениваешь заставь себя начать оценивать девушек то есть я оцениваю подходит мне этот вариант или не подходит нравится мне или не нравится еще одна ошибка что когда мужчина идет туда он хочет оттуда получить одобрение и там самый главный телефон потому что для него этот телефон это вот как бы путь на свидание дверь которая открывается в свидании возможность она конечно вызванется но когда ты будешь идти говорить себе я иду посмотреть нравится ли она мне пообщаться с ней и когда ты себя вот так настроишь то есть если мне вдруг понравится если она вдруг там как-то классно отреагирует тогда да тогда я беру телефон это как некая детская игра в которой правила меняются прямо по ходу игры и за это ничего не будет поэтому не надо идти с какой-то целью иди посмотреть и пообщаться далее есть охрененный лайфхак я тебя этому научу в конце видео ты узнаешь как этому научиться то есть если ты научишься знакомиться подходить знакомиться так что со стороны это не будет выглядеть как знакомство это будет выглядеть как будто ты просто шел мимо и это можно сделать абсолютно в любой ситуации то будет очень круто действовать то есть смотри одно дело когда ты подходишь лишь привет здрасте и так далее другое дело неважно стоит она идет она сидит она на лавочке там в автопробке или где-то еще. Если ты идешь мимо на социальном расстоянии, проходя мимо нее, как бы оборачиваешься, то есть говоришь ей что-то туда, уже уходя там, блин, суперски, вообще отлично выглядишь, ты такая яркая, и уходишь немножечко смотря туда. Это очень важный момент, это огромная разница в конверсии в сторону того, как они отвечают на твои вот эти выпады. Если ты это делаешь, у них как бы сразу, когда ты подходишь знакомиться, у них включается этот инстинкт, надо повыпендриваться, надо отфильтровать слабого самца. Здесь инстинкт не активизируется. Она видит человека, который всем своим телом показывает, что он в принципе идет мимо, ему все равно на эту реакцию, ему пофиг. Ему просто от того, что ему кайфово, что-то туда говорит. С улыбкой на позитиве намного лучше будет реакция со стороны. В чем фишка? Если вдруг девушка при этом отреагирует негативно, или не так, как ты хотел, или проигнорирует это, ты просто идешь дальше, уходишь, и тебе самому, самое главное, становится как бы не тяжело. То есть ты не переживаешь этот отказ так болезненно, тебе легко. Ты думаешь, шел круто, да я и не подходил, я шел мимо. Ты как бы и себя немножечко в этот момент обманываешь, в хорошем смысле слова, делая себе только благо. Например, даже, этому можно научиться везде, неважно, в кафе, на улице, на лавочке, в парке просто девушки идут, навстречу они идут, в автопробке. Есть огромное количество фишек и лайфхаков, как облегчить себе вот этот вот подход, как сделать так, чтобы тебе было не больно, даже в случае отказа, ну, чтобы ты не страдал. Допустим, если ты едешь в автомобильной пробке, ты едешь за стеклом, ты едешь в своей тачке, ты в аквариуме, тебя никто не тронет, успокойся. Она едет так же, ты посигналил, она посмотрела, можно сделать вот так, ты показываешь, ну, типа, ты выглядишь классно. Ты даже ничего не говорил. Если она отреагирует как-то не так, ты просто едешь дальше, она едет дальше, все. Но в этот момент, в 99% случаев девушки улыбаются и реагируют классно. После чего ты уже говоришь, я пусти окно и так далее, но это не тема данного видео. Сам факт, что есть охрененно большое количество фишек, грамотных рабочих фишек, которые я проверил на себе и на своих многочисленных учениках и клиентах, которые позволяют не сталкиваться напрямую с потенциальной угрозой страха отказа. И еще раз, досмотри видео, я расскажу тебе, как эти фишки внедрить. Есть еще одна из множества техник, которая неплохо работает, особенно для новичков. Ты настолько катастрофизируешь этот отказ со стороны женщины, что в этот момент ты убиваешься, думаешь, господи, что мне делать? Значит, я какой-то не такой и так далее, и так далее. То есть задача в чем? Тебе нужно получить опыт того, что мне отказали какое-то количество раз, при этом я до сих пор живой, я не умер, ничего со мной не случилось, ни инфаркт, ни инсульт, не знаю, меня не парализовало. Это всего лишь отказы. И для этого есть упражнение, которое называется 10 или 15 отказов. Если коротко, то за короткий промежуток времени тебе нужно подойти и получить эти отказы, чтобы понять, что, блин, ничего, ничего не случилось. Как это делать, я также расскажу тебе уже прям практически сейчас. И на самом деле отказ это совершенно не страшно. Жизнь состоит из отказов. Если бы всем говорили всегда, везде, во всех случаях, да, конечно, проходите, welcome, на тебя, берите. Ну, жизнь была бы неинтересной, во-первых. Во-вторых, все бы имели равные возможности. Здесь все равно присутствует некий естественный отбор. И причем мы боимся все время и всего. Мы боимся попросить у директора повышения. Мы боимся повысить цены на свои услуги. Мы боимся переезда в какой-то другой город. Мы боимся кому-то в чем-то признаться, что-то кому-то предложить. Только потому, что мы боимся, что нам скажут нет. Но еще раз, нет, не смертельно. Бояться нужно не этого. Бояться нужно того, что ты можешь просто просрать свою жизнь. Ты можешь не использовать возможности, которыми просто полна жизнь. Мир вокруг тебя, это кладезь возможностей. И нужно бояться не этого, а того, что ты можешь прожить жизнь не так, как тебе хочется и как ты этого заслужил. И сейчас я предлагаю тебе невероятную возможность, которую тебе ни в коем случае не нужно упускать. Если ты хоть немного почувствовал энергетику от этого видео, ты должен представить, как будет 25 июля на тренинге, который называется «Волшебная таблетка от страха знакомства». Я решил обновить эту информацию. Собрал все, чему я научился за эти годы. Весь свой опыт практический, теоретический. И 25 июля я проведу однодневный онлайн-тренинг, который будет идти буквально 3 часа, посвященный теме «Как побороть в себе страх подхода, страх знакомства, страх отказа». Волшебная таблетка от страха знакомства. Онлайн-формат предполагает то, что ты можешь участвовать из любой точки мира. Также будет запись мероприятия. Если ты не сможешь посетить его напрямую, ты просто можешь приобрести его запись. Стоимость этого мероприятия просто смешная, да невероятно низкая и вообще символическая только для того, чтобы ты хоть что-то вложил сюда, в свои знания, в свои навыки. И тогда у тебя будет хоть какой-то стимул пойти и реализовать то, чему я тебя там научу. Сейчас модно говорить слово «лайфхак». То есть есть очень много лайфхаков, как преодолеть свои страхи, как сделать там что-то, сделать что-то другое. Но какие нахер лайфхаки? Ты должен понимать одно. Я мужчина, а не женщины. Природа создала так, чтобы мы общались. И я хочу передать тебе это понимание, а самое главное – это ощущение. И я смогу его тебе передать 25 числа. Возможность забронировать себе либо запись, либо прямой эфир, она будет только 3 дня, с 22 по 25 июля. Ссылка здесь, под этим видео. Обязательно успей это сделать. Начни уже менять свою жизнь в лучшую сторону. Наполни ее женщинами, они только и ждут того, когда ты с ними познакомишься. Субтитры сделал DimaTorzok